До Дня Незалежности мы должны сделать новый летак и показать всем, какими сильные летаки летят, будем всех бомбить. Так вот, та же картина наблюдается и при президенте Зеленском. Теперь нынешний министр иностранных дел Украины Кулеба заявляет, что сохраняется угроза активизации агрессии России против Украины. То есть для того, чтобы мы меньше обращали внимание, как верхушка власти тырит бабки на большом строительстве, этот Кулеба на телеканале Ахметова рассказывает нам, что десятки тысяч военнослужащих Российской Федерации и их военная техника, оказывается, по-прежнему находятся вблизи нашей границы. Таким образом, Кулеба сделал вывод, что отвод войск, о котором ранее заявляла российская сторона, является символическим. И так же он заявил, что у нас вызывает беспокойство учение Запад, ведь там Россия отрабатывает не оборонительные, а наступательные действия. В частности, российские военные тренируются захватывать города, аэродромы и осуществлять наступательную операцию. Одним словом, министр иностранных дел заявил, что никакого отвода российских войск не происходит, и мы должны быть готовы к любому сценарию. И так же Кулеба четко заявил, что Россия подготавливает свое население, а так же международное мнение к неизбежности войны, а поэтому никто не может гарантировать, что завтра война не может начаться. А так же можно вспомнить, что совсем недавно президент Зеленский давал интервью немецкому изданию и заявил, что российская агрессия постоянно усиливается. И он также заявил, что существует вероятность нападения России на нашу страну. А затем он заявил, что со стороны России существует много различных вариантов такого нападения, и в частности морские операции. И потом он переключился на Беларусь, сказав, что и оттуда есть угроза нападения на Украину. А знаете, чем все эти разговоры нашего президента закончились? А закончилось это тем, что он настоятельно начал просить у немцев помочь нам с оружием. И когда я смотрю на все это, то понимаю, что ничего в нашей стране не меняется. То есть президент Зеленский абсолютно ничем не отличается от президента Порошенко. Вот давайте вспомним, что у президента Зеленского стояло первым пунктом программы, когда он шел на выборы. А первым пунктом у него стояло установление мира в Украине. И именно под этот пункт он получил такой громадный ввод ум народного доверия. А теперь, когда он стал президентом, в его представлении Германия больше ничем Украине помочь не может, как только выделить ей оружие для продолжения этой бессмысленной войны. То есть получается, что Зеленский нас и его избирателей просто развел. То есть получается ни о каких переговорах, ни о каком урегулировании конфликта на востоке страны он не думает. Кстати, это же немецкое издание написало, что Киев пытается получить от Германии современное оборонительное оружие, с помощью которого Украина могла бы защитить свое Черноморское побережье. И согласно данным этого издания, Украина просит о поставках оружия для противовоздушной обороны и оборудования для разминирования. И вот министр иностранных дел ФРГ четко заявил, что Германия категорически отказала Украине в такой военной помощи. И также он сказал, что конфликт на востоке Украины может быть решен только политическими средствами. То есть только путем переговоров. Я вот в этой ситуации одного не понимаю. Ну пусть Зеленская как президент слабоват и не во всех вопросах разбирается. Но ведь у него есть громадный штат советников и помощников. Так неужели там некому подсказать, что Меркель собирается уходить с политической арены? И ей нужно уйти красиво, чистой и незапятнанной. Неужели Зеленская и его команда думают, что она поставит на кон свою репутацию и даст Украине оружие для решения внутреннего конфликта на Донбассе? Вот что у них в голове? Конечно, сейчас многие европатриоты начнут утверждать, что у нас одна из сильнейших армий в Европе. Что мы сумеем постоять за себя и дать отпор врагу и так далее и тому подобное. Но вы знаете, друзья, я возможно сейчас скажу несколько крамольную вещь. Но от правды не уйдешь. Вот смотрите. У меня есть несколько знакомых ребят, будем говорить так, в возрасте за 35 лет. У них у всех обычные рабочие специальности с зарплатой до 10 тысяч гривен в месяц. И вот они, заключив контракт, пошли на воинскую службу. Ну и я у них спрашиваю, что вас столкнуло в таком возрасте идти на контрактную службу? Возможно, проснувшийся патриотизм, желание отстоять свою родину и так далее. Но нет. В ответ я услышал совсем другое. Ответ у них был у всех одинаковый. А где сейчас в наше тяжелое время больше денег заработают? Вот и все. Я не говорю, что все такие. Но большинство контрактников идут служить ради хороших денег. А вообще престижность службы в украинской армии начала падать задолго до приобретения украинской независимости. Сейчас эта престижность вообще упала практически до нуля. Я вспоминаю времена далекого и многими сейчас нелюбимого Советского Союза. Как тогда молодые девчонки бегали за курсантами высших военных училищ и мечтали выскочить за них замуж. В те времена быть женой офицера было очень престижно. И вот интересно было бы сейчас провести такой эксперимент. Вернее даже не эксперимент, а опрос среди девушек. Ну для того, чтобы узнать сколько процентов потенциальных невест мечтают о женихе офицере. Что-то мне подсказывает, что в наше время таких окажется немного. А поэтому с такими настроениями среди молодежи мечты о высокопрофессиональной армии являются, если можно так сказать, манилочиной. Как не горько это признавать. Также можно сказать и о мечтах о современном вооружении. Вот скажите, о каком вооружении можете речь, если мы производство танков и БТРов, то есть техники середины 20 века толком наладить не можем. А поэтому мое видение такое. И я об этом уже говорил неоднократно. Единственный выход это обретение нашей страной нейтрального статуса. Возможно ли это при нашем географическом и геополитическом положении? Не уверен. Вступление в альянс НАТО в ближайшее время никакой перспективы не имеет. И это уже понятно всем здравомыслящим людям. И какие бы сказки не рассказывал нам президент Зеленский, в ближайшем обозримом будущем в НАТО нас не возьмут. И как я уже сказал, перспектив в этом опросе у нас нет никаких. Ну а на этом у меня на сегодня все. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем всего самого наилучшего. И до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!